Нелётная погода, аэропорт Барнаула из-за густого тумана не принял три самолёта. Больше двухсот погибших за год в Барнауле почтили память жертвы ДТП. Эко-невидаль в Белокурихе замечен летающий пингвин. Итак, в Алтайском крае зарегистрирована вспышка бешенства среди крупного рогатого скота. На этот раз заражение настигло молочную ферму в Романовском районе. Постановление о введении карантина подписал губернатор Виктор Томенко. Очаг заражения выявили в хозяйстве неподалёку от посёлка Майский. Как сообщают в Краевом управлении ветеринарии, все животные уже прошли вакцинацию. В закрытом режиме ферма пробудет два месяца. Именно столько длится инкубационный период по бешенству. Причина заболевания – контакт с дикими животными. Со слов обслуживающего персонала, на территории даранной фермы в сентябре месяце был зафиксирован заход дикого животного. Возможно, это было ослюнение, либо покусание животных. В соответствии, после прошествия инкубационного периода заболевание у животных возникло, так скажем. Напомним, бешенство передаётся через укус и легко может стать причиной заражения человека. Недавно карантин по данному заболеванию был снят в селе Боровлянка Троицкого района. Там ограничительные меры ввели ещё в сентябре. Всего же за год зафиксировали 9 вспышек опасной инфекции в 7 районах края – Хабаровском, Волчихинском, Егорьевском, Спаленском, Краснощековском, Троицком и Романовском. Чаще случаи заражения происходят летом, так как в это время риск встречи с дикими животными возрастает. Катаясь с горки, получила перелом позвоночника. Семья шестилетней девочки, которая пострадала после снежной забавы в парке Лесная сказка, судится с администрацией индустриального района. Сторона защиты пытается доказать, что горка была сделана с серьёзным нарушением техники безопасности. Внизу горки, непосредственно в месте спуска, ступенька либо трамплин. То есть ребёнок, скатываясь вниз, прилетал и как раз спиной ударялся о ледяную поверхность. Но для ребёнка это более чем достаточно. В частности, для шестилетней девочки это вернулось компрессионным переломом. Инцидент произошёл в январе этого года, после которого пострадавшая месяц провела в больнице. И до сих пор специалисты работают над психологическим состоянием ребёнка, которому пришлось заново учиться ходить. Вот, кстати, по словам адвоката, ему известно о ещё двух пострадавших девочках на той же самой горке в парке Лесная сказка. Специалисты индустриального района сообщил их колесников, признали состояние горки удовлетворительным. Но вот между тем независимый эксперт оценил её как опасную. На заседании суда в эту среду адвокат намерен требовать признания вины администрации индустриального района и выплат за возмещение вреда и потраченные на лечение средства. К другим темам. Более 26 тысяч электронных больничных выдано в Алтайском крае на сегодняшний день. Насколько активно наш регион подключился к федеральному проекту, расскажем далее. Напомним, переход от бумажных листков нетрудоспособности к электронам начался 1 июля 2017 года. Итоги реализации крупного федерального проекта за круглым столом обсудили сотрудники Алтайского отделения Фонда социального страхования, работодатели и представители медицинских организаций. Как отметили участники встречи, многие уже успели оценить плюсы цифровой системы. Каждый шестой страхователь края работает с электронными больничными. Безусловно, этот сервис экономит и материальные, и временные ресурсы организации, поскольку те средства, которые расходовались на обработку, на хранение, на учёт бумажных рисков нетрудоспособности, они освобождаются для исполнения какой-то другой работы. Вместе с тем Фонд социального страхования в регионе запускает и другие цифровые сервисы. Так, гражданам льготных категорий уже выдают электронные талоны на проезд к месту лечения. А большую часть закупок технических средств реабилитации можно обсудить на портале «Открытый контракт». Фондом социального страхования уже сегодня разработано достаточно много электронных сервисов для того, чтобы перевести взаимодействие с гражданами, с работодателями, с федеральными и региональными органами государственной власти на электронную платформу. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Жители алтайских сел теперь могут снимать наличные через обычные платежные терминалы в магазинах. Пилотный проект по доступности финансовых услуг реализуется в восьми населенных пунктах края. Подробности в сюжете Ирины Корчагиной. Алтайские деревни, в которых нет стационарных офисов банка и банкоматов, теперь смогут стать ближе к финансовым услугам. Первые итоги эксперимента подвела глава сибирского отделения Сбербанка Татьяна Галкина. Со следующего года Сбербанк будет развивать и другие операции через терминалы. Взнос наличных, платежи за коммунальные услуги, налоги, штрафы. Планируется, что к концу года снимать деньги в магазинах смогут жители еще 17 сел. А к 2020-му их число должно вырасти до 74. Сельский житель приходит в магазин, покупает необходимые продукты и рассчитывается по терминалу. И по этому же терминалу говорит, что мне нам нужно, например, 500 рублей наличных. То есть в деньги можно снять до 3 тысяч. Также Татьяна Галкина подвела финансовые итоги года. По ее словам, в 2018-м в разы выросла потребность в ипотечных и потребительских кредитах. В этом году в Алтайском отделении Сбербанка было выдано более 26 миллиардов рублей потребительских кредитов. Ипотечных свыше 11 миллиардов. Всего в 2018-м в казну региона поступило около полутора миллиардов рублей налогов от Сбербанка. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Сельские школы Алтайского края могут лишиться квалифицированных кадров. Некоторые педагоги уже подыскивают себе рабочие места. Им ровно в половину урезали стимулирующие выплаты. Для того, чтобы разобраться в ситуации, наша съемочная группа отправилась в Зональный район. О том, какой выход из сложившейся ситуации видят чиновники, и что по поводу недоплаты говорят представители управления образования, расскажем далее в сюжете. Школа в поселке Октябрьский некогда самостоятельное учреждение образования. В декабре прошлого года стала филиалом Зональной школы. Именно с этой оптимизацией педагоги учебного заведения связывают возникшие финансовые трудности. Первые полгода заработную плату они получали исправно в полном объеме. Однако октябрьские расчетные листы вызвали недоумение абсолютно у всех. Педагогам на 50% урезали стимулирующие выплаты и вычли надбавку, которую выдали в сентябре. В итоге за октябрь учителя получили только базовую часть. Урезание довольствия объяснили дефицитом бюджета. Об этом руководство школы и представители комитета по образованию рассказали на общем собрании. Нам объясняли причины, начали, как говорится, по телефону запугивание, что мы такие рассекие. Потом, в конце концов, они согласились в том, что нерационально был использован бюджет. На этом они сказали, да, где-то что-то просчитались. На этом и все. Заработная оплата педагогов состоит из нескольких частей. Базовой, куда в том числе входит количество отведенных часов и проверка тетрадей, немалую часть довольствия составляют стимулирующие выплаты. Это стаж работы, проведение открытых уроков, участие в различных семинарах и конкурсах. Также учитываются успехи учеников. На протяжении всего года учителя копят баллы, которые с нового года переводятся в рубли. И в зависимости от активности педагога, надбавка к зарплате может составлять в одном случае 5, в другом 10 тысяч рублей. Для работников образования суммы вполне ощутимые. Я вот год работала на нее, я получаю хорошую стимулирующую. У меня вот ее 5200 она. Вот теперь, получается, больше всех работала, а теперь вот больше всех сняли. Но у нас никогда не было такого, чтобы нас ее забирали. Вообще никогда. Пока мы были отдельно, пока не были мы объединенные. Наши школы у нас никогда в жизни не было такого, чтобы нас что-то снимали. Да, а там... Павел Сычанов – специалист молодой. В Октябрьской школе Зонального района он преподает информатику. Его супруга работает здесь же. Она – учитель иностранных языков. В зарплате за октябрь семейная пара потеряла треть общего дохода. Содержать семью, у нас маленький ребенок, 3 года. Содержать семью на такие деньги очень сложно. А мы работаем здесь вместе. И, естественно, вот это вот понижение зарплаты, которое было, ударило сразу по двоим. Если бы хотя бы мне уйти, а жену оставить здесь, даже если будет понижение, то это будет хотя бы не так чувствительно. А здесь мы потеряли сразу, сразу очень много потеряли. В невыгодном для себя финансовом положении оказались и работники школы села Зональное. Получается, что стимулирующих доплат лишились все филиалы Зональной школы. По поводу вот этих стимулирующих. Ну, это не ко мне. У меня тоже их убрали. Что из того? В Комитете по образованию Зонального района никаких проблем не видят. Да, образовалась дыра в бюджете. Да, не хватает денег. Но ведь обязательную часть выплатили. Никаких нарушений законодательства в данном случае нет. То есть заработная плата работника выплачена, стимулирующая часть – это премиальная часть, которая выплачивается только в случае, если есть экономия фонда. В данной ситуации экономии фонда не было. Вот это минус. Минус четыре. За что он? Я что? Так кто же виноват в том, что в бюджете школы не хватает денег? Если директор ошибся в расчетах, как же Комитет образования принимал документы? Кто оставил педагогов Зонального района почти на полгода без стимулирующих надбавок? В декабре прошлого года произошла оптимизация. В Зональной школе были присоединены три образовательных учреждения. То есть они стали филиалами. В соответствии с января месяца, с нового финансового года, был произведен перерасчет заработной платы учителей. Увеличена оплата за классное руководство, за проверку тетрадей и приоритетность предметов. И что послужило тому, что месячный фонд заработной платы мы вошли с дефицитом. Получается, что стимулирующая выплата зависит не столько от качества работы педагога, сколько от наличия средств в бюджете. Ведь учителя работать хуже не стали. Как нам стало известно, стимулирующие выплаты, которые педагоги зарабатывали на протяжении всего года, урезали в 15 районах Алтайского края. Для того, чтобы разобраться в ситуации, наша редакция направила запрос в Министерство образования и прокуратуру Алтайского края. Через 7 дней мы получим официальные ответы на наши вопросы. Евгений Плохотин, Андрей Сегаев. БИСК. Специально для наших новостей. Группа компании «Союз» запустила вторую производственную линию для выпуска бетонных панелей, аналогов которым нет в Алтайском крае. Благодаря этим изделиям строительная отрасль региона может выйти на принципиально новый уровень, считают специалисты. Чем новые панели превосходят привычные, расскажет Илья Кочетков. Работники заливают раствор в особые вертикальные кассеты. Вскоре отсюда на свет появятся бетонные строительные панели. Чтобы понять, почему компания «Союз» гордится новым производством, надо рассмотреть продукцию вблизи. Панели непривычно гладкие, ровные. Мы не столько говорим о эффекте, который мы получаем здесь на производстве, сколько говорим об эффекте, который мы получаем на стройке. Потому что кардинально меняется структура подрядных работ на стройке. И практически один из самых трудоемких процессов – это отделка. Он со стройки уходит. Это называется категория А2. Для отделки достаточно одного слоя краски и шпатлевки. Секрет – качество внутри линии. Вибраторы выгоняют из бетона мельчайшие пузырьки воздуха. Магнитная оснастка позволяет делать панели даже нестандартных размеров. Электроника контролирует весь процесс. То, что является стандартом во всем мире, наконец пришло на Алтай. Гости презентации, представители власти и бизнеса признают – это важное для экономики региона достижение. Пример, конечно же, для подражания всем. Не надо ныть, не надо стонать, что все плохо. Надо просто брать и делать, как делают нормальные руководители. Новая производственная линия работает наряду с той, что запущена ранее. Но та позволяет отливать изделия более сложных форм. За год весь комплекс может произвести панели для 200 тысяч квадратных метров жилья. По словам Владимира Отмашкина, это полностью закрывает потребности строительной отрасли края. Илья Кчетков, Александр Антропов. Наши новости. Сколько ему лет, никто точно не знает. Но его день рождения отмечают многие. Главный волшебник страны в минувшее воскресенье принимал поздравления. На родине Деда Мороза в Великом Устюге праздник отмечают с размахом. Традиционно к этому событию присоединяются все дедушки страны. Барновульский не исключение, конечно же. Настоящие народные гуляния развернулись на улице Мало-Тобольской. Поздравить Деда Мороза приехали герои разных сказок. Здесь и богатырь русский, и рыжикот. Сам же виновник торжества охотно фотографировался с детворой и принимал заявки на новогодние подарки под елку. Спросить у батюшки и получить ответ предлагают жителям края на одном из концертов. Интерактив обещает провести и романах Фоти. Это победитель известного телевизионного конкурса «Голос». Сейчас артист отправился в большой тур по стране, где планирует посетить бийский Барнаул. И буду так, не вылетать над вашим домом. Луна сыплет жемчуга из-за порога. Единственное выступление в краевой столице и романах Фоти, а в быту Виталия обещает дать в театре драмы 24 ноября. Программа называется «33». Именно столько лет исполнилось певцу чуть больше недели назад. В большой праздничный концерт войдут композиции на русском, английском, итальянском, французском, испанском, грузинском и других языках. Всего же в репертуаре романаха Фоти около сотни песен. Специально к этому событию программа «Наши новости» и компания «Лига Арт» проводят совместный розыгрыш двух билетов. Подробности в группе в социальной сети ВКонтакте. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – туристическая компания «Авиафлот». Забронируй новогоднюю сказку с компанией «Авиафлот». Туры в любую точку мира. Забронируй новогоднюю сказку в «Авиафлот». Специальные предложения по турам в любую точку мира. 226666. Сайт авиафлот.ру В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем минус 8 прогнозируют Валейский, Заринский и Зминогорский. До 10 градусов мороза ожидается в камне на обеи Кулунде. В Барнауле ночью до минус 10, днем 7. Ниже нуля без осадков и слабый юго-западный ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире.